Сегодня потребителю важно понимать, какие есть предложения и новые идеи. Такие мероприятия выявляют все плюсы и минусы, ставятся задачи. Круглый стол – это своеобразный обмен опытом. В Новочебоксарск также приехал профессор Казанского технологического университета, доктор технических наук Сергей Николаевич Степин. В России в лакокрасочной отрасли таких профессоров всего три. Приехали кандидаты наук. Гости выступали с различными докладами о перспективах лакокрасочного рынка. Были приведены сведения, как обстоит ситуация с данными производствами. Цель вот этой встречи всей – это обменяться с потребителями и с производителями какими-то новыми мыслями. Моя цель – я здесь хочу сделать доклад о применении нанотехнологий в лакокрасочной промышленности. Это будет, наверное, для всех достаточно новое и пока только познавательно может быть. Но в будущем, наверное, эти технологии найдут реализацию у кого-то из присутствующих здесь. Когда проходят такие встречи с представителями науки, работа по аналитике и по испытаниям лакокрасочных материалов, которые очень сложные и ответственные, создаются условия для совершенствования предприятия. Сейчас мы хотим вам показать, как мы проверяем термостойкость наших покрытий. Сейчас Татьяна Никоноровна откроет муфельную печь, и мы посмотрим, что стало с покрытием и как металл себя ведет при такой высокой температуре. Обратите внимание, насколько уникальны свойства кремно-органических полимеров и эмали на их основе. Да, открывай. И покрытие, видно, что покрытие работает, оно тоже как бы просвечивает красным. Покрытие, конечно, должно быть толщиной не настолько большой, до 50 микрон, иначе при большей толщиной покрытия, как бывает у наших потребителей, когда наносят больше 50, конечно, такая термостойкость не выдерживает. После такой продуктивной совместной работы основная цель, с точки зрения импортзамещения, оттеснить с полок магазинов всю европейскую продукцию и поставить свои достойные отечественные краски. То, в чем Россия преуспела. Это первый семинар, это первый семинар на базе нашего предприятия. Я считаю, что он должен успешно пройти. Будет традиционным этот семинар. Мы будем приглашать еще большее количество наших дилеров, от успеха которых будет зависеть успех нашего производства. А это новые рабочие места, это развитие новых площадок. Далее группа гостей отправилась в цеха предприятия и ознакомилась с производством. Елена Фирсова, Павел Андреев, Новости, Ново-Чебоксарска.